Пока команда из региона Южная Америка занимали последние места или около того, и вот появляется такой вот небольшой шанс. Посмотрим эту игру в формате BO3. Сегодня работает Lex и Inmate. Давно не комментировал с кем-то, да и вообще не комментировал давно в последнее время. Кроме Форса, Inmate, здорово. Здорово-здорово. Чё, как оно? Что именно? Ну, в смысле, ты же сам говоришь, давно не виделись. Как комментировать? Да-да. Каково оно сидеть и понимать, что тебя не уволили. Сокастера какого-то плохого посадили. Ну, я думаю, ты тоже самое говорил, когда тебе поставили в эфир. Постоянно. Я Олегу постоянно это говорю, что не ставь меня с Lex'ом, пожалуйста, но он неумолим. Да я утром стою, смотрю, и на Мейтстое дома. Да, ё-моё. Ну да, опять тебя терпеть. Ну, что поделать? Ладно, придётся сидеть вместе. Разводчику можно, да. Давай переходить к игре. Герокоптер Дизраптер от Инфомас, ТФТ, Чен и Дэз Профит. Вот. В общем, стандартные распики по банам. Пока нет в банах Рейзера, кстати говоря. Может быть, кто-то себе его подберёт, потому что все игры Рейзер в наличии. По поводу Дарквиллу, почему в бане ТФТ этого героя показали. Пабло, наверное, один из самых сильных игроков позиции 4 на этом турнире. То есть, хоть он играет ТИР-2 в таком коллективе, но исполнение на Фее, исполнение на Наге, исполнение на Чене просто поражает, насколько парень хорош. Хотя, вроде как, он особо не светится нигде. Но я думаю, что мы ещё увидим его в более именитых составах чуть попозже. Парень реально старается и очень круто исполняет. Ну, как говорится, успехов ему во всех этих начинаниях. Но как тебе вот такие более животрепещущие изменения, например, кик Резолюшена, например, кик Кайла. Вообще, плотный был вчера день. Про Кайла, скажем так, оверхайп, да, прикольно. Но, будем честны, Кайл не тот же Дэнди. Хотя у них ситуация похожа, да, один игрок в одном составе. Но Кайл игрок среднего уровня, поэтому вот Резолюшен немножко стал поинтересен на момент. Тут задело чувство всего СНГ-саминити, этот кик. Но, в общем, Нутейл является совладельцем команды OG. И, разумеется, про кик Нутейла никто говорить и не мог. Я просто пока не совсем понимаю, куда Рома может пойти. То есть, я думаю, Na'Vi путь закрыт. Я не думаю, что Na'Vi сейчас будут кого-то кикать. Как говорится, добро пожаловать в Virtus.pro. В Virtus.pro тоже невозможно. То есть, непонятно, куда идти. То есть, к кому. Идти играть в стаках по типу, как играл Виха. Но у Вихи сейчас дела не очень идут. То есть, поэтому... Соберут очередных DC, пойдут развалят разочек здесь, разочек там. Я думаю, у них все получится. Непонятно, что будет в Европе происходить. Потому что квалификации будут слишком крутые. Потому что команд там будет хватать. А как мы знали раньше, и скорее всего, будет сейчас только две команды через открытые квалификации. То есть, все не пройдут. И, наверное, отбираться через Европу открытой квалификации немножко будет глупо. Ладно, мы это скоро узнаем. Скатаются в Америку, я думаю. Да, то есть, тут такой вариант. О, во, во. Это вообще идеально. Потому что это фрислот. Я вот, ну, в какой-то из годов, возможно, сегодня, возможно, в следующем. Но обязательно кто-то соберет состав, скажет, типа, мы точно хотим поехать. Не важно, какой-то место займете. И отвезут в Южную Америку. И, скорее всего, выиграют. Как нужно понимать, Резолюшн вроде как не сам ушел, а его именно попросили уйти. Момент достаточно важный. Между тем, что ты такой, ну ладно, я пошел, парни, мне не нравится. И тем, что, парень, держи пиццу. И всего тебе хорошего. В этом, кстати, плане очень интересно смотрится ситуация с тем, что... Если тебя кигает команда, ну, как бы, типа, сорян. Команда приняла решение, они готовы идти через опенклала и так далее. А если ты уходишь, то это значит, что ты подставляешь весь коллектив, когда ты достичь интернешн, что получит хотя бы закрытые квалы и так далее. И потом с этим человеком могут и не играть совсем. Ну, так и ждем. Ждем открытые квалификации. Они, в общем-то, каждый год были веселые. Я помню, и злые гении, может быть, не на инт, но на мейджор точно отбирались. И секреты. Поэтому это уже тема не нова. И все вот эти вот закрепления составов пока они не работают. То есть нет мотивации у команды прям реально оставаться до конца. Им легче собраться по-новому и пойти в открытые квалификации там покатать. Я думаю, когда-нибудь дело-таки дойдет, что все-таки Valve что-то придумают. Например, совсем не будут пускать коллективы, которые отказались, типа, от своего состава по неважительным причинам. Ну, типа, например, там игрок заболел, умер, еще что-нибудь. Ну, то есть, ладно, окей, так можете менять. А если он именно вот был кикнут просто, потому что их не устраивает его результат, нужно было об этом думать раньше. Как по мне. Потому что, ну, они так и будут в итоге свапаться, потому что всегда хочешь приехать на интернет, что ты именно, ну, не просто поиграть, а выиграть. А если ты чувствуешь, что ты вот эти составы не выигрываешь, типа, что толку тратить год, если можно попробовать через OpenQual и добрать что-то более боевое, что тебя устраивает, и попытаться выиграть с этим. Хотя, вроде как, да, мотивация сохранить составы должна быть, но OG, они не проходили прямым инвайтом на TI, это важный момент. То есть, я думаю, условный секрет, если бы хотели дисбандоваться, они подумают два раза, зачем, если можно поиграть прямым инвайтом на TI. Все-таки, это ж кроме открытой квалификации нужно еще играть и закрытой. То есть, далеко не факт, что ты пройдешь вообще на инт, там нужно еще будет постараться. Но OG был очень мало очков, OG этот сезон играли плохо. Но тут стоит еще понимать, что не просто все так делается, и у Valve в этом году будет большие проблемы с тем, чтобы в клоус квала людей найти, судя по тому, как все сейчас движется. Ну, слушай, да, вот это реально, то есть, что будут звать вообще, кого попало, кто там просто закрепил составы. У нас так вот периодически там 8 команд, из них половина, но точно никуда не проходит, и ты вот смотришь, а только они там 0,7 лет летают в группе, и говоришь, ну и ладно, ну и хорошо. А ты даже прошлые квалификации в Европе вспомнил, там кроме Secret, ну практически никого не было. Ну никого не было, да. Там была проблема вообще с тем, кто, кто еще может поехать, кроме Secret из Европы. Была такая тема. В итоге поехали про Dota Gaming, вроде как. Нет, не про Dota, они были... Ну они типа как раз таки ушли и их подобрали, вот именно эти виды, что именно те ребят, там James и так далее. Вот, и что толку? Ну скатались. И вот я боюсь, что в этом году такая ситуация будет не в одном регионе, а в нескольких. Ну слушай, есть решение, выделяешь там... Ну хотя как? Ты же не можешь делать квалификацию через 6 команд, правильно? Это немножко тоже странно. Ну наверное можешь, в Америке же делали, в Южный разочек. Слушай, а в Америке, я помню, выделяли, по-моему, на открытой квалификации не 2 слота, а 4, например. Тоже такое было. И, опять же, какая разница? То есть в итоге у них проходит в той же серии на Америке 100 комментаторов. Ну да, да. И сливают в финальной игре, потому что им потом на квалах работать, ну то есть. Именно в чем выигрывают, пишут ГГ и выходят. Да, была такая тема. То есть это не история, а реальность. Ладно, давай переходить к игре. Тут уже пик почти завершен. Клок, Джаггер, Рубик, ДП и Чен. Для ТФТ, Инфамас, Шейкер, Брю, Дизраптор, Гирич. Забанили Бруду, The Final Tribe. Для ребят нужен герой. Либо на центр, либо на легкую. Берут себе Морфлинга. Морфлинг, кстати, очень хороший герой. Сейчас он заезжает почти против любого уже пика, потому что научились таки свапать героев. Он не должен свапать, используется именно правильный ультимейт. То есть ты добираешь Морфа из расчета того, что он что-то где-то может обузить. И вот здесь берешь того же, ну, например, Чена. Бац, первый спел кинул, у тебя Морф. Ну, там, он становится в разы сильнее вражеского Клора. Добишь контакт-клокверка, закрываешь, например, Джаггернаут. И пока он крутится, пытается выбраться, уже расстреливаешь его и так далее. Поэтому он мне нравится. И самое главное, что именно эти ребята его уже показывали. И что он у них наигран, что с ним у них получается. Как раз-таки с команды Na'Vi они показали Морфинга. Майнес просто нафармил слишком много и просто всю карту громил. Он еще играл в том матче против Гирокоптера. Воровал флэк и начинал стрелять. Это было очень красиво. Здесь потенциально можно своровать что? Ну, хил-варт, например. Хилл. Ну, на самом деле, скиллы не особо здесь полезные конкретно. Ну, смотри, я точно вижу Коги хорошие. Я точно вижу Сифоны хорошие. Ну, ладно. Вот Джаггернаута можно, в принципе, и крутилку своровать. Это все-таки иммунитет к магии. Немного, немало. То есть, вот Квакверка хорошие спилы, потому что ты можешь, ну, то есть, Квакверка килить ракету для Вижн. То есть, ты как-то бафаешь свою команду сам. То есть, это не делает тебя полезнее в рамках именно кор-героя, который должен разваливать. Ну, то есть, ты встал на секунду, там, пожил, сколько-то батареи включил и поехал драться. То есть, не так плохо. Хорошие спилы Джаггернаута почти все. Хорошие спилы УДП, хорошие спилы УЧ. Потому что в драке неожиданный Сайлент залетающий тоже может отпортить все планы. Короче, пик сверху выглядит очень мощно. У них очень сильные коры. Брю, герокоптер, морфлинг. Если игра затягивается 40 минут плюс, то вот эти вот парни сверху, они просто будут граммить. Да и саппорт. То есть, Дизраптор ЧВ-1 стоит в глубоком лейте. Там, с покупкой аганима, с появлением уровня 20, когда у тебя талант на 180 золотую минуту, ты просто будешь... Это легко, да, фармиться. Просто смотри, у тебя на левеле 20 у морфа появляется талант, позволяющий становиться герокоптером. То есть, как бы, у тебя нет возможности делать флэк на шестом, но чуть позже, если ты, опять же, игру затягиваешь, ты, вроде бы, получаешь и морфа, стреляющего флэком, и герокоптера стреляющего флэком. И как против этого драться, у меня просто нет идей. Ну что ж, пожелаем удачи, ТФТ. Все-таки состав сильный. Я уже говорил, что ребята себе показывают. Пабло на Рубике. Буду за ним пристально следить. Это Рубик здесь. Ну, по закупу, знаешь, он не пятерка вообще ни разу. Ботинок купить в этом патче, когда ботинок стоит пять сотен. Пять сотен, да. То есть, такая тема достаточно редкая. Пойдет без регена, будет стоять где-то, пытаться хитать. Вообще, выглядит так, как будто он просто планирует быть крайне плотной четвертой позицией. Да, то есть, я не понимаю, пятерка Чен будет здесь, но Чен тоже, ему нужно купить себе там Солар Крест. Купить там какие-то арканчики. Я даже на секунду подумал, что они могут сделать Клокверка, не третьей позиции, а, например, четвертой. Но в итоге, как раз-таки, у него закуп правильный. Такой, типа, плотного флэнера, который собирается линию не проигрывать. Сейчас линию сломают Чен, всех крипов отправят на базу, и для Клокверка здесь будет небольшое пространство. В 2018 году видеть Клокверка на сложные штука достаточно редкая. То есть, мы привыкли, если этот герой появляется, то это четверка. Далеко не самый хороший герой. А, есть всякие Тайтхантеры, есть всякие Андерлорды. Но Клокверка как-то выполнен. И так, на самом деле, можно перечислять еще очень долго, потому что почти все они будут полезнее Клокверка, потому что разница между Клоком на третьей позиции и Клоком на четвертой позиции просто минимальна. То есть, ему какая разница. Вот он, что так нажмет один скил, умрет, что так нажмет один скил, умрет. И он не тот парень, который стоит там фармирует на линии 20 часов одни кислоты, чтобы потом пойти всех развалить. Короче, я не одобряю Клокверка, но посмотрим. Ну, то есть, против Клока пока стоит Соло Брю. На топе намечается триплат команды Инфамас, Морф, Дизраптор и Шейкер. Шейкер сейчас еще одну фиссурку, наверное, может закинуть. Скофилд одну фиссуру на сложно кинул и уходит просто в мид. Два Клоритоса, Реген Шейкер себе не покупал. Но от же Гернаут пока в одиночестве. Раньше Клипа очень далеко отправляет, никто его не встречает абсолютно. Небольшая ошибка от команды Инфамас, не критично, неприятно. Курьера ожидает Пабло на центре. И вполне может получиться. Правда, тут он должен действовать чуть ли не наугад. То есть, вижена у него очень мало, а вард он здесь никакой не ставил. Ну, слушай, пока. И все я крутая. Тапок-то может сработать. Да, давай, смотри. И еще одна. Достает. Нет. Отменил. Короче, Папито не доиграл сейчас. Он мог, ну, типа, увидев, что Куриера стукнули, повести его вот так вот вверх, типа, в сторону Шейкера и так далее. Он именно вот, то есть, получил шмотку, не среагировал и Курьер сделал муф назад, что позволило его добить. Ну, очень круто. На раннем уровне убить Курьера это огромное количество денег. Это, разумеется, отсутствие там какого-то регена, каких-то фласок, там, кларити для любого игрока на карте. Отлично. Все, Рубик может идти на любую из линий. Сейчас он на топе. В принципе, до блат же Гернаута Рубик может себя неплохо показывать. Телекинез плюс Блотфюри. Ты почти весь урон с Блотфюри будешь выдавать его. Понятно, выходит на топ-чен, но Крейп не самый лучший для того, чтобы как-то пытаться там сейчас гангать, убивать. Не тролль, не сатируешь подавно. Ну, торнадо раскидывается. И торнадо сейчас долетит. В принципе, это дезраптор, ремешка урона пойдет. Писура защитная. Дезраптор выживает на 45 хп. Пейтболта не хватило. Тангус позволяет перерегенить получаемый урон. С торнадо, которая далеко, а не в плотном к тебе стоит. Поэтому тоже довольно просто было отойти. Но неприятно, когда вот так приходят, задувают, невозможно здесь бить. Потому что, ну, хотя бы какое-то время, там, 30-40 секунд, он выигрывает. Хотя вон Шекер пришел, положил фиссуру. Говорит, стопэ, мой морф должен формить. Ребята сами поставили такие линии. То есть они решили поставить четко свою триплу в сложную. Морф мог стоять в легкой. Там, в принципе, против Клока отдыхает. Да и, наверное, Клока бы даже убивали постоянно. Учитывая, что это Дезраптор с Глимсом. Учитывая, что это Шекер, это, ну, была бы очень легкая цель. Может, хотят дать левел, например, Брёв Мастеру. Потому что и Брёв бы здесь спокойно убивали. А Брёв, допустим, с появлением третьего левела уже не так прост. И взять его тяжело, потому что и Клэп, и Пиво, и Криты, и Миссы. То есть много всего есть. На центре убивает Эру. Нашел Шекер. Два Паража залетело. Хомен Миссал этого хватило. Вполне, как я понимаю, ДП в тот момент сифонов не было. Возможно, и просто он не мог высосать здоровье. Да, у него только что один от Клодовнялся. Забирать на миссах, во-первых. Хороший хрип на топе. Это Бладфюри. Это сетка. Бладфюри добивает. Отличная работа. Выходит сюда Шекер. Прокачка от минуса, как и, в общем, на прошлой карте против Нави. Вчера. Всего берет единичку. Потом потихонечку Макси от атрибут Shift. Но у него есть все скиллы. То есть сбить телепорт или дать нюк всегда есть. У тебя возможность такая. Вроде бы да, но количество урона с этого скилла сейчас очень маленькое. То есть от единицы ловкости это 60 урона. Это совсем не та цифра, с которой ты хочешь или можешь убивать. Прокачка такая, которая у него, видимо, в Айфорум 2 не в приоритете брать. Там тоже разница, не сказать, что большая. Хотя есть, но... Именно Костер, если это кулдаун, не меняется, поэтому тоже можно его понять. Но тут скорее вопрос, почему бы не взять тогда Shift в двоечку, или в троечку, или в четверочку. И так далее имеется в виду пораньше, потому что это позволяет тебе получить... Ну, прокачка, вот как против Нави, пока один в адзе ничего меняется не будет. Тогда он тарел линкенсферу. Здесь какую-то прям строгую необходимость линкенсферы я не вижу. Я не вижу опасных таргетов для морфлинга, которые прям реально страшно. Там, если бы было какой-то бодрайдер, понятное дело. Здесь телекинез. Омнислэш против линкенсферы, такая штука, которая... Ну, линкенсферу собирать против Омнислэш смысла нет. Деспрофит Сифона тоже. На центре Деспрофита, кстати говоря, убивают. Эра пытается здесь жить. Сифонится, но Рокет Бараш шансов не оставляет. Он хоть и в два, но урона слишком много. Ханскин на топе. Телепорт делает. От минуса уйдет. Да, чуть ли в соло сейчас не убил, это вообще какая-то беда. Слушай, так сейчас минус... Ох, стики. Нет, много стиков, и опять же, фишка у Марфа, что вот у него мало ХП, и поэтому стики ему просто фулл столб всегда делают, когда он их набирает. Там еще гоняют Чен, он же сделал ТП не на базу, пытаются его закрыть, но вот фиссура совсем неудачная получилась, она не пускает к Чену. И сейчас и тот, и другой коллектив спалили из своего арта, вот будут ли они ломать, будут ли они за них воевать. Чен сюда вообще странный мутин, посмотрите на него. В этот раз сюда человек фиссур, его закрывают, танго проезд нет, и его должны будут забирать. Ну, его прекрасно видно, если бы Тандерстрайк как-то может здесь было бы теоретически марсовать, так, шансов ноль. А погибает здесь Чену. Я думаю, что у него стоит этот вард, он видит двух саппортов, они не смокинь ничего, и он просто идет на них. Это какой-то тактический фит, может быть, связанный с тобой патчем, с вами ханик. Ой-ой-ой-ой-ой, ну вот, проблема в том, что да, ты на морфлинге, можешь нажать стики, у тебя перекачка полностью в ловкость, ты себя очень быстро восстанавливаешь. Ну и минус в том, что ты стоишь на ОХП, тебе дают просто фейтболт, удар, и ты умираешь каким-то образом, буквально, с прокаста саппорта Рубика на уровень 3. Так, и вот, беремастер левел 5, и уже как раз-таки тот самый свап пошел. То есть они дали возможность получить переклад вверх фрилевел, и теперь он 5-й, почти 6-й, дофармливая стаки в лесу, пойдет, будет мешать джиггернауту фармить, а морф, он уже разбирается. Ну, Клок уровень тоже высокий, я тебе скажу, то есть с третьими батарейками Коги плюс батарейки больно становится, надо тратить всегда вайформ, мана не бесконечная, но Клок пока отходит назад. Ну, у него Акуилла, стики, может еще рейндроп взять, так что я думаю, проблема решаема. Стоя на что он тапок себе купил Курьера, или это не его, стоп, а не, все, отбой, это дизертор. Показалось, что тапок на базе повез. Сканирует Рейден, кстати, проверяют. Где Клок, а он левел 6. Ну, морфлига нет смысла контролировать, как мы уже говорили, вайформ, спокойно контрит. Ты нападаешь, да, иди с раптора тоже, да, тяжело, он нажимает глимс, то есть тут нападать, клок, как будто трудно. Ты нажимаешь батареи, начинаешь бить, тебя или глимсует, или укатывается, и ты в за ним на ульте едешь, то есть тебе просто нельзя судьбы начинать. Брю закрыли, а Брю без ультимейта. Ракета залетает, Пабло, есть фейтболт, будут ли стелить? Придется стелить. Жигернаута просто крип остановил, не давал пройти. Фейзов пока нет. И Рубик за счет этих убийств у него появляется Аркана на седьмой минуте, у него уровень 4, все вполне себе неплохо. Рубик с хорошим фармом может стать очень неприятной. Задача или убийства Инфома в будущем, то есть этим Рубиком нужно будет считаться. Ну такая скидова саппортов, Рубик Чен, она не выглядит очень опасной, что ли. Ну типа герои, вроде что-то делают, но все равно, я представляю, что в какое-то время дремени там Морф, нажмет БКБ и начнет стрелять флейком, Геропоптеры зажмут, начнет стрелять флейком. Ну давай смотрим на Брю, на промо сплит его разводят, тут именно разводят. Он не нажимает, или порт пошел? Он не может его нажать. Ааа, ну да. Надо его просто бежать, колдаун во всем промазал, фиссура тоже не совсем точно, никого не закрывает. Очень четкий контроль, телекинез, хукшот, сразу батарейки, то есть было время просто попить руками. Ну и батарейки сами по себе действуют долго. Ну вот он тоже контрпик, не хватило здесь какого-то дизраптора, был бы Глимс, ясное дело, сразу же, был бы праймл сплита, пошла бы мощная контратака, не получилось. Но при этом я смотрю на Творца, я понимаю, что Морф фармит, у Морфа все стабильно, ему пока никто не мешает абсолютно. Там на центре, смотрю, небольшая стычка, забирает Диспрофит Т1, но Ханскина, видимо, за это накажет. Погибает Шейкер, Ханскин получает ракету, есть Сифон, подходит сюда Йонасон Фэн, Ханскин выживает, убивает дизраптора. Все очень неплохо, еще и Попита, его могут принимать, главное поставить Коги и дело в шляпе. Рокет Боража нет, и Попита также падает. Фэрифайр стики, нажимать смысла нет, Чиен в этой драке не погиб. Он выживает, он получает много опыта и просто уходит на фонтан. Ну что ж, 4-7, Йонасон Фэн находит Морфлинга. Ой-ой-ой-ой, а вот это зря, это зря. Ну правда, Морф тоже боится нажимать вейформ, если бы нажал вейформ, там мог бы пойти хукшот, батарейки, телекинез, фейтболт и Морфа могли бы убить. Все-таки контроль, в стане нельзя перекачиваться и могли бы Морфлинга принять. Но убить определенно мог бы. Ну, в размен на Клокерка, ну черт его знает, на Творс. Если он убивает Клокерка, то нет, ни хукшота, ничего, и там фриш, у него там было 200 хп, третьей волны вполне хватает, чтобы потом дать эту тычку, любую, под хукшот уже 100% выиграть. Слушай, в ProDot'е, извини, что перебил, Dota Plus тоже работает, и ты можешь видеть свой Networks, правильно я понимаю? Возможно. Именно в компетитив играх, то есть в матчмейкинге понятно. Я не мог сказать, что это момент, который что-то меняет, но ты примерно понимаешь, сколько ты стоишь. Я думаю, они так примерно понимают, сколько они стоят у себя. Айтемы, как говорится, вот они у него в руках. Ну да, в этом нет ничего интересного, читерского, в принципе, да. То есть другое дело, что ты, допустим, видишь эти значки около них, например, у Рубика, например, у Марфа, это значит, что они в паблике играют на этих героях, и ты можешь, например, увидеть какого-то парня, который будет без золотой статус, там нападение на Марфа пошло. Перекачка есть, вейформа пока нет, еще секунду, подходит Рубик, у него, если что, есть спелл стилл, сейчас ворвать перекачку, это будет очень четко. Сорвать нужно перекачку. Не воруют? Ну, воруй. Шаквейв, вейформ. Хокшот, но у него хп практически не осталось. Шикарный телекинез, ставится Коги, пивко, прайма сплит, не успевает. Невозможно нажать под Клоком. Слушай, я теперь понимаю, что Клок против Брю вот так вот расфармлен, и это очень круто. Если рядом нет тиммейтов, которые могут этого Клока убрать. В рамках линии, в рамках Брю, которые сначала клэпают и так далее, это работает. Но тут, скорее, не доигрывает сам Брюмастер. И на самом деле, если ты, скажем так, сильный Брюмастер, ты владеешь техникой отмены спла и перекаста, потому что, допустим, если Клок нажимает в тайминг, он тебя, типа, сбивает батарейкой, и ты можешь не раскастовать. Но, по идее, если все правильно сделать, и вот можно сразу после, короче, все у тебя получится. Очень важно, что забрал сейчас фрозд башню сам. Нужно как можно быстрее дофармить в Баттлфюре. Ну и можно будет поддаться против морфлинга, против герокоптера по фарму. Хотя ясное дело, что морфлинг и герокоптер будут выглядеть посильнее по фарму. Фармят они быстрее, чем делает та же ДП. ДП все-таки герой не самый фармящий. Эра должен убивать, должен пушить. Ну, за это его сейчас могут наказать. Ну, я смотрю, Ченн должен отправить его на Санфайна на базу, ставится Коги, но Коги не самые удачные. И стики. Стики сейчас зарешали. Там было не очень много зарядов, но нажимать стики, остается там порядка 50 хп. Но такой вот герой Ченн, нужно что-то будет против него придумать. Дизраптор не будет хватать одного. То есть нужно будет Юл. Да, Юл, это просто мазхэв. Юл, ну или Фаер, и куча других. Возвольшь, типа, Доминатор, например, и бетаита скажешь с собой сатира. Байнишра. Ну, рассчитывать нужно, конечно, на Дизраптора, потому что пока Дизраптора рядом не хватает. Он не успел подойти, как-то глимсануть. Допа берет себе талант на 50 к урону. Здесь, в принципе, и Мэджик Резист бы не помешал, учитывая наличие огромное количества магии у Инфомас. Почти все герои обладают магией. Шейкеры находят фиссуру, воруют Пабло, ставятся Коги. Есть батарейки. Ну, и Пабло стилит откровенно фраг. Но ему нужен блинк. Тут вообще 100%. Ой-ой-ой-ой-ой, хукшот. Бутфисура. Надо подстилить. Надо подстилить. И он стилит. Он может купить тебе блинк на 12-минуте. Друзья, саппорт Рубик. Но я вам про Пабло уже, в общем, все говорил. Не буду повторяться. Джекера надо еще забирать себе хрипов, через культилку тоже в боте и уходит. И пока, конечно, ТФТ выглядит посильнее. Именно вот в рамках личного исполнения какого-то скилла. Понимая, что они хотят сделать на карте, потому что вот ТВ, например, была перетяжка в топ, выговорят Брюмастера. ДП тут же жмёт ультимейт, с Чедом выходит кушать там, например, в центр. И вот перетяжка, например, в центр, ловит кого-нибудь там, того же Брюмастера. И тут же ломается вышка в боте. И тут у них их постоянно идет какой-то вот скаутинг, хантинг. И вот просто пытаются по темпу выиграть, и теперь сейчас нападают на гирокоптера. А ультимейта нет, Пабло врывается и должен это застилить. Фейтболт? Легко, легко. Как же он хорош. 5-1-5. Да, конечно, некоторые фраги были стил, и в принципе, сейчас ему особо деньги не нужны. Примерно все пять фрагов вот этого. Да ладно, да ладно тебе. Сейчас он тоже мог ворваться и дать просто фейтболт. И да, спокойно, РП забирал этот фраг, который, ну, понужнее, наверное, будет, чем Рубик, который уже купил себе Арканы и Блинк. Ну... Это одна игра на 50, когда Рубик Саппорт бегает, стилит, и у нее все круто, и говорит, сейчас будет гром. Избудет нападение на Морфа. Но... Там Рошана бьют, то есть это спейс. Это спейс. Еще Морф сейчас пытается убить, Хеленвард работает, но его не хватает, слишком много урона. Правда, у Морфа не факт, что уйдет, нажимает перекачку. Не так много маны остается. Отпускает. А на Рошане это драка, а на Рошане это драка, Рошан пока остается на месте. Погибает Чен, проблемы у Брю. Брю, Праймал Сплита, все, еще. Нет. Непонятно, почему нажимает сначала Клэп в начале драки, а Праймал Сплит нажимает в самый последний момент. Погибает Папита. Фиссура по 2 им от Эр Спирита. Ой, Шекера, прошу прощения. Ну и погибает здесь еще и Дизраптор. На Брю Мастера, Праймал Сплит, Блесс РНГ. Прыгает Клэп, и не хватает маны, хватает со стиков. Фейдболт. Павла делает еще один фраг. Шекер, я думаю, сейчас сильно удивлен был. И уходит на базу. 1300 денег. Может быть, огоним за Рашем тогда? Внизу Морфлинг. Блэд Майл. Морфлинг, перекачка. Морф посильнее будет. Морф посильнее. Мана, баловато. Он мог бы сейчас дать волну и убить. Смотри, конечно, перекачиваешься и даешь. Праймал Сплит наконец-таки есть. Окей. Рошан все еще на месте. Можно в саклон поднимать кого-то, но ребята решили уйти. Рошан остался на 650 хп. Клоков все-таки там заигрался. Тут-то драка продолжается. Выходит Дизраптор. У него есть глимс. Падает Дайр Курьер. Заканчивается Праймал Сплит. Рывается Пабло. Клэпает. Ворует Пивко. Пивко надо закинуть в ответ. Хенд оф гад Пивко пока не кинут. Шикарный коллдаун. Шикарная хаслэм плюс фиссура. По-троим Рошан остался на 500 хп. Тут ТФТ почувствовали режим бога. Они очень нагло здесь играли. Они не добивали Рошана до конца. Они решили так с цаевого уйти. В итоге сейчас отдают нормально так преимущество. Морфлинг получил фраг на Клоке. Пришел, забрал Аегис. Забрали Рошана. Секунду-секунду. Забрал Джиггернаута. Забрал Вышку. Забрал Клакверка. Забрал Рошана. Вот это вот. Там у него стрик побольше будет. Он же пришел сюда еще раз убил Джиггернаута. И Рубик погиб. Геррокоптер тоже снял стрик. Там за Рубика дали 600. Это не шутки. Но у него нетверса больше, чем у Клокверка. Почти кучу Джиггернаута. Еще бы за него столько не давали. И в итоге нетверс морфа просто уже 8500. Любопытно посмотреть, как графики изменились. Было почти 6000. Сейчас меньше 1000. По опыту аналогично. Ну и по графику победы. Там в один момент было 80%. Даже 85% наверное. А теперь 55% максимум. Хокшот. На топе нашли Шейкера. Ну и все, купить даггер. Я думаю, что он готов умирать. Даже закупился еще стиком перед смертью. То есть он понимал, что все, я уже никуда не ушел. Но главное-то не в том, что что-то есть или нет там у Шейкера. В том, что у морфа есть уже Ленкинсфера. Есть Аегис. Есть хороший левел. И при этом он готов умирать шотгар. Закрывают поляной. Пару ударов. Сифон не нажать. Очень быстро убили. Одна ошибка. Одна ошибка. Инфомас просто начинают уничтожать противника. Они уже ведут. Они отыграли 6000 за полтора минуты. Это еще один стрик. Это самое приятное. Тактический фит. Ты снимаешь стрики. И морфлинг забирает 500. Морфлинг плюс 500. Перед этим гирокоптер плюс 600. Именно Кору смогли сорвать стрики. Тоже очень важно. Потому что, допустим, Бенезаптер убил эту баньшу сейчас. Да плевать. Ему вот эти 500-600 голды без разницы. А вот то, что именно Морфила просто пробустил себе там шестую часть лука. Вот так вот. В одной части. Это скажется на игре очень сильно. В невидимости Пабло. Ничего он здесь особо не сделает. Джаггернаут. А, у Джаггернаута нет БФов. Все, я понял. Он не нафармил БФ, а не успел. И тайминги... Ну, уже БФ должен быть. И часть Яши должна быть. Но этого нет. И вышки не будет. И не факт, что сейчас, если драку ТФТ смогут провести. Не факт, что смогут они просить его удачи. Но пока морфлинг получает Санас. Но у него имеется Эггис. Пошел он не слэш. Абсолютно в никуда. Неудачный. Кинетик Филд. Погибает Чен. Погибает Дизраптер. Размен пока один в один. Прома сплита от Брю есть. Но фиссура такая стоит, что пройти просто невозможно. Для контратаки. Диспрофит поднимает. Циклон. Будет ли принимать? Плюс-минус к четверти ультимейта. Глипс. Есть. Брюмастер. Ворует Рубик Пивко. Морфлинг пытается пробить. Хороший телекинест Натали Шайей. Зато Брюмастера можно убить. Точно он не появится. Хороший стан от Кентавра. Погибает также. И Шейкер. Выходит Морфлинг. Делает пару ударов по Эра. Но рискует. Рискует Морфлинг здесь. Он воюет до конца. Он тратит вейформ. Пытается убежать. Но мне кажется, вот этого драка ему не нужна была. Абсолютно. Блэд Фьюри. Подгост. Шикарный урон. На любопытный встречу. Даже не стал перекачиваться. Но вообще, их главная ошибка, что Брюмастер разультил, поднял ДП. Которая в ультимейте была. И они не отошли. Не дождались, пока этот ультимейт закончится. И решили врываться, пока он еще был. И то есть ДП висит в воздухе. И раздает кучу урона. Ее не взять. И вот в итоге. Приводит к таким интересным последствиям. Все-таки опыта у данного критика не так много. И они вот в каких-то таких критических ситуациях просто начинают теряться. И делать какую-то чушь. Но это явно лучше, чем то, что было на первый год назад. Потому что они даже вот навис могли обыграть. Что, наконец-таки Джиггернаут появляется. Бэф сейчас можно себе стак сделать. Аккуратненько. Но решили просто фармить. Ну тут крипы такие, на самом деле. Вот с этими новыми крипами очень трудно стакнуть. Они постоянно агрятся. Вот этот главный. И обычно на мили-крипах. Мили-героев не всегда получается стакнуть нормально. Просто решил забить. Ну, Яша, Манта-стайл. Понятно, что тут нужно покупать. Морфлинг. Скоро дофармит Эзерил Блейд. Потенциально он будет убивать почти всю карту. Но пока что по ХП только у Клокверка есть, чтобы переживать. Я так быстренько прибежал. Да, остальные герои. Даже Джиггернаут, если очень быстро все нажать, может рассыпаться на части. Да, я понимаю, что никто и не сыграл никаких маг-резистов, никакого пайпа, худа, там вообще ничего. Да, у ДП 50 к урону талант тоже момент. То есть маг-резисты дополнительно застают. Да, и Морфила здесь их будет щелкать. Опять же, у него сейчас еще 15 левел будет. Тоже сможет себе сюда какую-нибудь атаку спиду набрать. Но пока что готовится на него выход из Смоков. Разревеерил. Но Ликинсфера спасает его. Да, это тебе драгоценные секунды. Подумать. Причем мог бы Рубик дать ему, допустим, фейтболт или пивко, и потом уже поднять спокойно. Там можно хукшотом ворваться, стопнуть кентавром, кинуть стенку. Он очень веря напасть и убить. А он, по-моему, нажал форстаф в тот момент. Ну, может быть. Очень веря, почему-то он вторым спилом решил никаким ничего не делать. ТП-штрюбикой на базу. И готовится дефать. Брю находит Клок. Это шанс. Но надо уже. Хорошо, все. Брю можно контролить, но у него форстафа, по-моему, есть? Нет, форстафа еще нет. Он почти его купил. Немножко не хватает. Брюмастер. В итоге, если даст, то будет провал. Брюмастер, по-моему, сплит не успевает. Кстати, их штормом закрыли. Дезераптор пытался закрыть всех. Не получилось. Делают минус 3 ТПТ. И сами могут пушить не хуже. У них все-таки есть армия клейпов, у них есть экзорцизм, есть хеленвард. Как же все меняется, да? Вроде одна команда делает камбэк, потом вторая идет на разворот. И так качели уже продолжаются очень долго. Если посмотреть на графики, мы это прекрасно видим. Минус 3, возможно, минус бараки. Морфлинг. На базе. Брюмастер сейчас появится через 7 секунд с промо-сплитом. Но глифа нет. Это минус ботом. Прикольная игра. Реально забавно за этим наблюдать. Зашли на халявеля. Теперь надо давать фиссур. Надо хотя бы кого-то цеплять. Глеймс. Глеймс, Клок, может быть, примут. Брюмастер. Как я удачу-то брю. Промо-сплит здесь жевать не будет. Ну, Пабло. Пабло Блинкаут. Барабаны. Пабло Блинкаут? Может быть, телекинар издать? Пока никого не потеряли. Пабло просто прячется, у него телепорта нет. Почему его не увидел гирокоптер? Почему-то. Где-то в пикселе ошибся, не получилось этого сделать. И теперь выход в топ. Морфлинг, Рофли, там, Склокверка. Начинаю отсюда. Закрыленно подлетает ракета. Неожиданно. Ну и Морфлинг на то же. Морфлинг ошибается. Хукшот. Перекачку не нажал. Нажимает ГОС. Батарейки работают. Перекачка пошла. Не поздновато ли посмотрим. Все фонят. Но таки Клок понимает, ладно. Черт с ним. Там кто-то очень быстро бежит. Это Шейкер на хосте. Не хватило Сайланса. Наверное, был бы Сайланс прокачан на четвертый уровень. Может быть, и хватило бы вот этой секунды. Кто его знает. Батарейки очень сильно пробивали. И дофармливает свой шотган. Он сейчас постоит в лесу на эншентах. И все. Не запорол себе стак, так что вы получите их прямо здесь. Отлично. 30 к урону берет себе Шейкер на уровень 10. Морфил тоже взял 30 скорости атаки. Не планирует играть через ультимейт. Там давай два флакена. Ему хватает одного. Лишь бы быстро это делать. На 30 скорости атаки достаточно много, все же. Да, ну и выискивает себе первую цель. Видит ДП. Но ДП есть Юла, уже 1700 хп. Ее так просто не видят. Я надо сдать с дачи. Ну посмотрим. Мы сейчас очень быстро все делать. Но не хватает урона, слушай. Не хватило дамеджа. И теперь проблема у морфлинга. У меня слэш. Это грамотное решение. Приходит Брю. Ах, как же Брю зарешал. Как же Брю зарешал. Джигерман попытка сделать телепорт. Фиссура есть. Это Рубик с фиссурой. Но Рубика здесь будут принимать. Телекен С. Откидывает в морфлинга. Морфлинг получает небольшой стан. Пабло пытается убежать. Но отсюда ему не уйти. Очень клево ворвался Брю. Там не хватило одного удара с омни слэша. Да даже обычного удара не хватило. Потому что Брю немножко урона скушал. По поводу ДП только вопрос в том. Не хватило именно урона потому что ХП много. Или все-таки из-за того что она Интовик. И у нее с интеллекта идет. Что дополнительная маг резистенс. И все-таки 35 своего она имеет. Тоже довольно интересный момент. Потому что для морфа. Вот какие-то Интовики. Особенно в Сайленсере наборовавшей 80+. Это вот уже большая проблема. Потому что ты их просто не прошибаешь. Но в итоге мы понимаем. Что пока ДП с прокаста не убить. И надо выбирать цели. Ну остается в принципе чьян. Остается Рубик. Очень легкие цели. Вот Джиггернаут. Все на реакцию Фроз нажимает Блэдфюри. Ты убить его не успеешь конечно. Стандартная прокачка Джиггернаута по талантам. Очень редко мы едем прокачку через Блэдфюри. И Блэдфюри ДПС. Происходит там раз на 20 игр. На Джиггернаута. Ну зачем ему надо? Все равно не хочешь крутиться никогда примерно. Даже вот с плюс 100 ДПС на Блэдфюри. Это всего лишь 255 урона. Раз в секунду. И если его скорость атаки у него уже больше урона просто с руки. Но не забываем, что инфомос бота-то нет. Поппиты там вырождены. Постоянно линию отпушивать. У Поппиты Яша скоро сэнш. На топе атака. Намечается. Выходит Клок. На фейзах. Шейкер заметит или нет? Шейкер заметил краешком. Ракету дал. Лук-шот пошел. Нужен Глимс. Но тут уже Глимс не спасет. По всей видимости Шейкера продали. Клокверк потихонечку планирует купить тебе Лотус. Насколько здесь вообще Лотус необходим? И против кого? Да против всех. Для какой из команды хочешь? Для команды ТФТ. Для команды ТФТ Лотус. Для того, чтобы морфил убивал на персам себя? То есть он приходит. Я тебя шутган. Кидает тебя адаптистрат. Ты такой говоришь. Опа. И морф уже в таверне. Наконец-таки у Брю имеется Форс. Это очень редкий артефакт на этого героя. Но конкретно здесь. Такого вот матчапе. Без него невозможно. Никто не может помочь Брюмастеру. Никто больше, как я понимаю, Форстаф еще не купил. То есть Шейкер почему-то решил вообще Форстаф проигнорировать. Атака на морфлинга. Сайланс. Спирид Весел. Перекачку ворует Рубик. Это очень важный момент. Рубик сейчас может перекачаться. Драка продолжается. Убивает у Брюмастера. Снова мы не видим ультимейта. Да и наверное Брюмастеру здесь вообще не нужно было находиться. Немножко ошибся. Брю. Ну и все. Рубик перекачивается в фул. Ему урон абсолютно не нужен. У него талант на 200 к здоровью. И теперь попробуй такого Рубика убей. Даже будучи морфлингом с Эзериал Бейдом. Это момент крайне важный. Потому что морфлинг. Точнее Рубик. Эту перекачку сохраняет на всю игру. Даже когда сворует другой скил. Но стоит понимать, что он еще и теряет весь армор. От этого сейчас бегает с нулем. И на самом деле. Если открыть любое видео Ярослава. То в какой-то момент времени. Армор даст тебе больше выживаемости. Чем ХП. Ну а если мы говорим конкретно о Эзериал Блейде. Наверное. Ну по Эзериал Блейде. То да. ХП замечательно. Но учитывая, что опять же есть Гирокоптер. Есть и морф. И два таких кодных. И физ ДПС дилера. То это не всегда ультимативно правильное решение. Перекачиваться в фул силу. Но по желанию. Почему бы и нет. А поглядим. Как это будет работать. Пришел полностью взять силу. Ничего не меняет. И уже имеется полаганима. На секундочку. Гирокоптера как-то в игре не видно. Очень много фармит Папита. Но пока мы все говорим морфлинг. Морфлинг. Там иногда Бримастер. А вот как-то Гирокоптера. Мало мы замечаем. Старается фармить. Ну ладно. В лайтгейме всегда рапиру можно купить. Рапира стал артефакт уже. Остаточно стандартный. На многих героях. На Гирокоптере. На Луне. На Лине. Можно я думаю не останавливаться. И сменять на всяких разных Эммер Спиритов. Да, да. То есть раньше. О, рапира. Ничего себе. А сейчас типа. Ну да, рапира. Сейчас если не три, то игра не удалась. Да, как бы. И чё? Резидент Слипер. Да, да. Так и есть. Пады Т2. Шейкеры невидимости. В Шэдоублэде находятся. Что там по центре? Не вижу центре, чтоб стояли. Но я думаю, что не пойдут ТФТ дальше. Джаггер купил себе Блинк. Надо там врываться. Ну их, кстати, неплохая именно вот такая получается пати на врыв. Во-первых, быстро прыгает, Джаггер допрыгивает, Рубик допрыгивает. Ну и там Чен ДП у них есть какие-то загнания, которые можно издалека докинуть. Типа, допустим, Сайланса или увеличение входящего урона от Чена. Поэтому морфили надо и на где-то БКБ себе ещё найти в этой игре. Ну вот, по-моему, я что-то такое. Манта Стайл тоже подойдёт. Потому что может ему позволять скидывать какие-то эффекты. Но вообще по-хорошему им бы БКБ. Конечно, не Рокоптер, БКБ, Морб, БКБ Брюмастер. Форстафт, айтем хороший командный, но БКБшка была бы лучше. Проблема в Сайлансе по-прежнему присутствует. Лутус Орб есть у ТФТ. Я у нас на ФН. Дальше будут выходить в Аганим. Очень крутой Клок. Не так часто бывает, что даже Клок третьей позиции выносит столько слотов на таком минуте. Почти уровень 15. Там очень приятные таланты будут. Я думаю, что хотят поддавить ТФТ противника. Всё-таки с Аегисом, с доминацией можно пойти. Может быть, только просит один Пабло. Давайте это терпим немножко. Даганим, осталось три сотни. Чен отправит на базу, быстренько заберёт и вернётся назад. Потому что тут реально можно много чего своровать. С чего будет стоить Статик Шторм? Один. Ну да, если загоним его поставить удачно, то он, наверное, и в соло может морфа наказать. Да, даже то, что ультимативные там будут какие-то... Лукшот попадает в топе. Там просит две ракеты. Спирт Весел. Лотос Орб. Ну да, и то есть ты не хочешь его ничего колдовать. Сейчас его должны будет добивать. Да. Пытается жить, превращается в одного, почти во второго, но Веселис сидит, мешает ему запиливать, и он погибает. Ещё и Герокоптер погибает. На центре это происходит. Жигернаут в соло, как я понимаю, ворвался, нажал он мне слэш. Кентавр, кулдаун нет на стан. То есть просто Жигернаут прыгнул, и Герокоптера это хватило. Ультимейт третий у Фроста. Ну слушай, надо заставлять этих парней двоих нажимать выкуп. Заставлять их терять деньги. Ну и Герокоптер понимает, что походу какая-то бабочка, сатаник, это сейчас не вариант. Нужно покупать рапиру сейчас, а не когда-то потом. Потому что потом, возможно, уже не будет. Выкупается. У саталётчик Рубик покупает себе, наконец-таки, Аганим. Сейчас уже с этим Аганимом придёт в драку. В данный момент у неё есть фейформ. Ну просто. Всё ещё Аегис, Хеленвард. Надо бы его разрушить, иначе в этом нет никакого смысла. Эта драка будет идти в провал полный. Брюл, ворвался. Селикин, Несс, Сайларс, Хукшот, до свидания. Надо выкупаться, возвращаться в драку назад. Или ребята уже не хотят. Брюл не выкупается. Может быть, это будет вторую сторону, пробовать за третью повырвать. Но это будет всё равно минус третья. Брюл байбэк, Марфила терпит, не хочет тратить деньги. Надо сразу нажимать. А то не забываем, что там Агис, Жагерноту нужно бивать в АшДР. Нажимает БКБ, вырывается за Герокоптером. Папита просто выгоняет его из игры. Папита с байбэк и нажимает БКБ на фонтане. Праймал сплит пошёл. Пабло пока ничего своровать толком не может. Выходит Шейкер. Видимо, Стехослайм по двоим. Телекинез сразу от Пабло. Хенд оф гад используется. Ребята из ТПТ живы, целы, здоровы. На фулл КП станет Кентавр. Шикарная чена по двоим. Гонит Дизраптора просто из игры вон. В ремастер вынужден после Праймал сплита просто сделать блинкаут и уйти в драке. Ну что ж, инфома заканчивается. Скиллы. Потенциальные ТПТ могли бы здесь остаться. У них всё есть, кроме экзорцизма. Ну а эгит пропадает. Видимо, в этом причина. Решили, что давайте закупимся, парни. У нас очень много денег. Нам некуда спешить. Ещё успеем. Не заехал Морфлинг. Очень круто здесь его контрят. Он купил себе Эзерил. И, как я понимаю, он не смог никого убить с ним. Кроме вот Крипа сейчас. Ну, он пытался на один раз выйти на ДП. И, наверное, на этом всё. Все остальные разы он сейчас с флагверком, у которого Лотус Блэднэйл. Последнее, что ты хочешь делать, это стучать от Эрилов Блэднэйл. Мне кажется, даже хватит просто первого выстрела без уже адаптив страйка. Ну, а мы видим, что Рубик перегнал по натворцу Геррокоптера. Это явно не весело. Геррокоптер. Даже если купить Рапиру, проблема в том, что он слишком уязвим. Джиггернаут просто тебя прыгнет вперёд и ходит с Блокенбаром, хуйнет. Он просто будет тебя бить. И ты погеймешь скорее всего быстрее, чем Джиггернаут. Даже без Рапира. Ну, это я не говорю про то, что он у меня слэш может. Просто нажать и сайвить нечем. Игру выиграть, да. Ну, пытается, Эрку, конечно, фармить. Ну, он в спину выходит, но он выходит в спину, где его видят крипы. Они его бьют, а он просто идёт вперёд. Ну, парень уже просто распроялся. Турьера потеряют. То есть, ребята уже, понятное дело, в тельте, эту игру понимают, что выиграть тяжело, и ты уже, ну, понимаешь, что, а что, что мне делать? Что, что, что мне делать? Непонятно. Турьера нет, теперь Манта Стайлы. Из-за этого три минуты у Марфа нет телепорта, чтобы пролететь, заставить свою сторону. А я есть никуда. Можно сказать, и не одевался, такое чувство. Потому что они его не реализуют, они просто бегают и ровно нажимают ультимейт. Ну, сейчас будет Марфа с флэком, потенциально. Хотя, гирокоптер, это ещё не 30 секунд. Вот чё проблема. Поэтому пока спамится и не получится нормально. Т-3 падает. Да, экзорцизм, правда, работает. Е-у, БКБ, можно просто нажать все эти кнопки и пушить. Шейкер в Шадоу Блэйде. Эра под Хелен Вардом. Ставится сентри от команды Инфомос. Заметили Шейкера, как я понимаю, врывается Брю. Телекинез. Ну, непонятно, почему Брю не хочет нажать. Где-то вот здесь вот прямо сплеят, а не вот здесь вот. Ничего страшного не случится, но тут уже винить кого-то трудно. Эту игру очень трудно камбэкнуть. Сейчас Марфила остановится. Ну, давай. Давай смотреть. Ну, щас станет. Стал, стал, стал. Все, проверяй. Я говорю, что могли бы и подождать еще немножко. Я говорю, что такие герои, знаешь, которые могут их дефать без проблем. Ну, и решили сдаться. Причем очень странно, потому что они никогда раньше не сдавались. Вот даже в таких ситуациях просто играют до падения трона. Все-таки большая дота портит людей. Они теряют веру в себя. Ну что ж, ТФТ, первая карта, очень легко. Пока Инфомас расстраивает. Всегда расстраивает.